МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИП ПАВЕРХОВЫЙ БУДЫНОК ЗААДНУ БАЗОВЫЮ ТАКИ БЫЙНЫЙ АБЪЕКТ У ПЕРШЕНЮ ВЫСТАВЛЯЮЦ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАРГИ. Минулые достойные поваги, комсомольский тыдень у Гомеля протягнули мультимедийной презентации и выставой плакатов. Увага, штормовое попереджение, синоптики прогнозуют узмацнение ветру. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Развитие ручного судноходства помеж Беларусью и Украиной обмеркуется подчас первого форума региона в Гомеле. Размова позднее про будовництво ручного порта в Брагинском районе. Местовый райвы конкам подрыхтовал три земельные участки. На их разместится пристань для яхт-клуба с базой от починку, ручный порт с инфраструктурой у вёсцы Нижняя Жары и инфраструктура глубоководного порта на Днепры у Верхних Жарах. Новый транспортный калидор дозволит перевозить белорусские грузы у порты Чорного, Межземного, Каспийского моря и Придунайские державы. Подобных объектов зараз у нашей краянии нема, и у его заявления затекавлена не только Гомельская область. В проекте в данном примет участие 50 человек, 20 представителей Украины. В основном это круги делового бизнеса, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве. Представитель министерств и ведомств также примет участие первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Авраменко Алексей Николаевич и губернатор Херсонской области Гордеев Андрей Анатольевич. Есть один вопрос, который решается сейчас на территорию Украины. Это до углубления реки Днепр на территорию от Киевской ГРЭС до Нижней Жары. Реализация инвестпроекта открыет для Беларуси новые мощности для экспортно-импортных поставок товаров, полепшить логистику и створить новые працовные места. Мост Праспрыпять открыть до 7 листопада. Про это поведомил журналистам у пресс-центра Белта министр транспорта и коммуникаций Анатоль Севак. По его словах, будовничные работы на объекте практически завершены. Увызначенный термин, по им будзе открытый рух. Гомель Аблмайомость протягивает реализацию нерухомости праз электронной торги. Сосветная практика подтверждает, что это наибольший эффективный метод продажи объектов. Его главная перевага – макшимость отдалена удельничать в онлайн-аукционах. Сегодня на черговых электронных торгах продадены будынок Тераховского дома культуры в Добрушском районе. За процессом сочила наш корреспондент Евгения Кухаронак. Комитет Гомеля Аблмайомость аккредитованный на электронной гандлевой пляцовце Белорусской универсальной товарной биржи. За час проведения 15-ти онлайн-торгов новых властников знайшли 5 объектов нерухомости. Нияких сбоев в ходе электронных аукционов не было. Технология их проведения целком отработанная. Угет импераканалася и наша здымочная бригада. На жаль, нам не довелося поназирать за конкурентной боротьбой. Сегодня был один претендент на уладание Тераховским домом культуры. Объект достался ему за 51 рубль 45 копеек. А вот до приклада улетку на электронных торгах за будинок былой бани у агрогородка Шарстин Ветковского района взмагались двое. Аукцион протягивался каля полгодины. За 130 кроков цена на объект выросла со 170 рублев до 3600. Самое важное для участников это то, что им подать заявление на участие в электронных торгах можно в городе Минске либо в любом областном центре, независимо от места расположения объекта. Участвовать потом в самих торгах уже можно из любой точки мира даже, где есть доступ к интернету. Для дополнительной рекламы электронных торгов мы стараемся подобрать какие-то интересные все-таки на сегодняшний момент объекты. Полная информация про объекты, которые выставляются на электронные торги, находится на сайтах Белорусской универсальной товарной биржи и комитета Гомеля Былмайомость. До речи, ближайший онлайн-аукцион запланован на 1 листопада. Заявы примаются до 26-го Кастрышника у Ключна. На продаж выставляется комплекс будинков у Речицы, 2 были аптеки у Лоевским и Рогачовским районах. А так же бойный объект у Гомелли. Нового господара шукает 5-поверховый будинок по улице Рабочей, 22. Такий бойный объект у Першиню выставляется на торги за одну базовую величину. Здесь можно открыть объект коммунального хозяйства, магазин, объект общественного питания или склад. А кроме того, на территории Гомельской области сегодня продаются и промысловые пляцовки. Яны могут зацикавить бойных инвесторов. Так Гомеля Былбуд пропонует комплекс будинку огульной площадью 9,5 тысяч квадратных метров с готовой инфраструктурой. Размещены яны в областном центре, а так само на территории 8 районов Гомельской области. Даты ближайших аукционов – 25, 29 и 30 Кастрышника. Евгения Кухарона, Квалирыга Панько, Теля, Радо и компания «Гомель». Павеличение товаропотоку, праздержавную границу, больше тесное взаимодействие с пограничной службой и 12 выпадков конфискации наркотиков. Сегодня гомельские мытники подвели выники работы за 9 месяцев этого года. Статистика, свечусь, в районе деятельности гомельской мытни, пассажиры и товаропотоки повеличиваются. Это в свою чергу ставить перед мытниками задачу створения сприяльных умов для удельников внешнеэкономичной деятельности и удосконаливания схем пропуску. Одночасово у мытах продухиления нанесения шкоды политичным и экономичным интересам Беларуси у пунктах пропуску узмацняется взаимодействие с пограничной службой. Это позволяет больше эффективно выявлять зброю и выбуховые процессования, а также материалы экстремистского характера и особ, которые могут иметь дочинение до террористической деятельности. Опрочатого селита в якости эксперименту на пункте мытного оформления новой агута во взаимодействии с представителями ветеринарного и фитосанитарного контроля усталивали специальные контейнеры для товаров, которые не прошли ответственный контроль. Сумма конфискованной и арестованной майомости в сравнении с ответственным летним периодом повеличилась на 37%. Это наркотические, психотропные средства. Также значительная доля выявляемых нарушений – это неуплата таможенных платежей, ну и, соответственно, перемещение всевозможных оружия, боеприпасов тоже, ну, как бы, имеют место такие случаи быть. У Гомеля сегодня прошел волшебно-методичный сбор сопрацовников батальона дорожно-патрульной службы ДАИ. Региональное подразделение наведал наместник начальника управления Державтоинспекции краины Андрей Чарнявский. Суместно с кировницством батальона он проверил стан дисциплины и практичные навыки сопрацовников по регулированию дорожного руху. По выниках сбора, узровню их профессийной подрыхтовки, дадена высокая отзнака. Изучая профессиональную подготовку сотрудников, мы можем вырабатывать определенные шаги, мероприятия, куда двигаться, и мы уже видим, куда двигаться нам дальше, чтобы уровень профессиональной подготовки сотрудников был на высоком уровне. Посылки без черга у Паштамат набывая усю большую популярность у гомельчан. Пакуль аппарат, призначенный для выдачи международной корреспонденции, у нашем регионе усяго один. Олег Сентеров наведал участок центральной доставки Паштовой совези. Пакуль на участок доставки гомельчанского филиала Белопошта – Тишиня. Основные работы пошли тут ночью, когда сюда придут паштовые отправления, то есть листы, посылки, даже газовые плиты. Ранится все это доставить в паштовые отделения, и при ожидании клиента ему до дома, особенно когда это будут габаритные грузы. В гомельчанском филиале Белопошта кажут, что в своей деятельности ориентуется выключено на клиента. В речи, что именно от этого залежат объемы отправлений, и как выник доходы предприятия, с этой нагоды почтовым курьером, а причем службового мобильного телефона, областково выдаётся терминал для разъяку банковскими картками, предоставцы отправления по месту жихарства, это позволяет сразу различиться за оказанную послугу. Наши клиенты активно пользуются услугами почтовой связи, пересылка почтовых отправлений, она большая, да, мы это чувствуем на наших объемах. Если мы говорим про международную почту, то, ну, наверное, на скидку третья часть, да, это почтовые отправления, которые приходят из-за границы. Прием заявок по телефоне, интернет-сайт и рассылка смс-поведомлений, сегодня это так само реалии белорусской почты. Правда, по культу такая послуга не течится отзвычайных посылок, бо на их не указывается номер сотового телефона от ремальника, не мать для этой категории и узгоднение часу доставки почтовых отправлений, уодрознение от их же международных посылок и отправлений по скоройной почтой. Гомель, участок доставки, оператор Грек. Мазикова Зинаида Аркадьевна, на ваше имя поступило экспресс-отправление. Доставка будет осуществляться сегодня в период с 14 до 21. В какой период вам удобно ожидать? Можно с 14 до 17, либо с 17 до 21. Будете ожидать адрес ваш, скоростаянного 6, 57, правильно? Пошта МАТ – еще одна максимальность, творить для клиента больше с прияльной умовы. У Гомеля, правда, просуясь в красавиках этого года и поспел отремать популярность сирот-городжан. Кожный день поштовый курьер закладывает у специальной ячейки международные отправления, какие человек может бесплатно отремать у любых час суток. При наличии на поштовые отправления тех же мытных платежов, их можно платить на месяцы. Обмежевание усягу одно. Посылка повинна отповедать по меру ячейки и вважить не больше 10 килограммов. На телефон пришла смс-ка с номером ячейки. Я подошла к почтамату, набрала этот номер и ячейка открылась. Я забрала свое отправление. Все очень легко и просто. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Про то, что нового могут пропоновать наведовальникам поштовые отделения региона, пойдет разнова завтра в программе «Диалог». Гости студии станет директор гомельского филиала РУП «Белпошта» Галина Тярышченко. Глядите программу «Прамыл эфир» на телеканале «Беларусь 4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефона у студии – 34-20-43. Свои пытания можно так само отправить на Вайбер – 340-043-3. Сегодня у «Гомеля» отбылося поширенное посаджение президуума Совета областного объединения профсоюзов. На обмеркование был вынесен широк актуальных пытаний. Одно из главных – стан и развитие социального партнерства в Кармянском районе. Яно реализуется в супрацовнестве по межорганам и выканавшей УЛАДы, союзам наймальников и профсоюзами. Основная задача – суместное обмеркование и выращение трима боками проблемных пытаний у працовных. Вместе выезжаем в рамках организованной работы мобильной группы, смотрим условия, которые создаются нанимателем и как себя чувствует здесь человек. Здесь, конечно же, мы привлекаем в ряд различных районных рабочих группах, координационных советах, где, как никогда, на передовой каждый день социальный партнер может со своей стороны видеть и отстаивать определенные позиции как члена трудового коллектива, так и вообще человека, живущего на территории. Поэтому вот в этом все идет действительно в партнерстве с профсоюзами. Головная увага в социальном партнерстве надается створению беспечных и комфортных умов працы. Регулируют працовные и социально-экономичные относины коллективные договоры, которые включают додатковые льготы, компенсации и гаранты. В районе действует совет по трудовым и социальным вопросам, который координирует и анализирует работу, в том числе, профсоюзов, как совместно проходят мероприятия, к чему стремится их работа. Регулируют контролируют выполнение коллективных договоров, контролируют выполнение соглашений. Если необходимо, то корректируется, что-то дополняется, дорабатывается. Праца знайдится для всех. Завтра у Гомеля пройдет шарговый мини-кермаш вакансий. Сустреча отбудется во управлении по праце занятости социальной обороны Гарва Конкама на Пролетарской 18 с 10 до 12 годин. Для удела запрошены представники кадровых службов гандлевого дома Рогашоу, предприемства «Электроаппаратура» и Гомель Дрил. Набор идей как инженерного, так и рабочего персоналу. Нагутарку со специалистами рекомендуется приходить с документами об эдукации и профессийной квалификации. До юбилейных мероприемств, у промеркованных до 100 годов Всесоюзного Ленинского Коммунистичного Союза Молоди долучился Российский Центр науки и культуры в Гомеле. Тут провели мультимедийную презентацию и открыли выставу комсомольских плакатов «Розных часов». Первый Всероссийский Зъезд Союза Упрацовной Иселянской Молоди пройшел в Москве 29-го Кастричника 1918 года. Его делегаты представляли больше 22 тысячи членов Молодежных Союзов. Первым секретаром организации был обранный маеляучанин Яфим Цетлин. У вогулей за 73 годы истнования ВЛКСМ школу комсомола пройшли больше 160 миллионов человек. У свой час это была самая массовая молодежная политичная организация у свете. Далее сейчас комсомольские организации иснуют не только на постсоветской просторы, а и в таких краинах, как Германия, Канада, Франция, Китай, Венесуэла. По словам ветеранов, ВЛКСМ давал молодым людям омогшимость самореализации и досягнение пылных житчевых вершин. Это было минулое достойное поваге. Меня пригласили как студентов в Берлин. Я поехал в Берлин, затем со студенческим отрядом поехал в Чехословакию, там трудился. Затем кончил, пошел работать. Никаких проблем. А как иначе-то было? Никто мне не мог, ни папа, ни бабушка, никто мне не мог помочь. Вот там власть, она давала возможность карьерного роста, престижного, что я занимался своим делом с любовью. В ближайшие дни в Украине отбудется погаршение умов на дворье. Оранжевые взрывы небезпеки обвешаны с замоцного ветру. До 25-го костричника чекается повеличение его худкости с порывами до 15-20 метров за секунду. Министерство по надзвичайных ситуациях просит насильство выполнять меры безопасности. Не парковать автомобили под линиями электропередач и древами, побачь с рекламными счетами. До конца працевного тыдня в регионе прогнозуются дожжи, температура поветра усталюется на узровне до 5 градусов в ночи и каля 8 в день. Жаночи в образ увасоблены ниткой. Выстава тканых выработок открылась у Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена. Работы, выполненные наученцами Гомельского державного мастацкого колледжа. У экспозиции габелены, графичные творы и ляльки в национальных костюмах разных краин. Основная тема – в образ жанчины. Прозэкспонаты можно просочить, как он адлюстровывался у разных культурах и как менялся с часом. На открытии экспозиции для гостей провели тематичный мастер-класс. Кожный мог переконаться особисто, что ткацтва вельми карпатливы, однако разом с тем – цикавый и займальный процесс. Чтобы выткать один сантиметр, нужно несколько раз эту форму одним цветом провести, потом переключиться на другой цвет, чтобы получился разнообразие в цвете. Это получается такая вот живопись в нитках. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее в эфире «Де-факто» и спортивный огляд. Я же с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы смотрите «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Несколько пожаров, двое погибших и один спасенный. Несмотря на понижение температуры на улице, у спасателей прошедшие сутки выдались по-настоящему жаркими. И началось все с Добружского района. Там горел дачный дом в Садово-Огородническом товариществе «Строитель-3» вблизи поселка Красная Гора. К моменту приезда подразделений МЧС уже вовсю полыхала крыша. Под обломками было найдено тело хозяина дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Эту же версию рассматривают как основную еще в двух случаях. Например, в деревне Годичево Гомельского района под рухнувшей крышей сгоревшего дома спасатели нашли тело мужчины. Погибшим оказался знакомый хозяйки. А вот гомельчанину, живущему в многоэтажке, Парическому проспекту, повезло гораздо больше. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате был обнаружен хозяин квартиры. Он был при помощи маски для спасаемого вынесен на чистый воздух, передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения был госпитализирован медицинское учреждение. Постой пешеход, тормозите колеса. Таков девиз единого дня безопасности дорожного движения его сотрудники госавтоинспекции проведут в ближайшую пятницу. По данным ГАИ, наезд на пешеходов остается самым распространенным видом ДТП в регионе. Очередное происшествие произошло накануне. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf и двигаясь по улице 8 Нагородня, совершил наезд на 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Подросток получил телесное повреждение, был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. По данному факту проводится проверка. В Мозырьском районе молодой человек по дороге домой повредил 11 автомобилей, выбивал фары, отрывал номера и дворники, выцарапывал нецензурные слова. Зачем – не рассказал. А началась эта история с выпивки и посиделок с друзьями. Сотрудники милиции восстановили цепочку событий этого дня, нашли друзей, а позднее установили и самого виновника. Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание, начиная от общественных работ либо штрафа, вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Реальное преимущество и контролировали происходящее на поле. В середине первого тайма возможность открыть счет имел Волков, но не смог с двух метров отправить мяч в сетку ворот. Свой момент не использовал и Батищев. Судьба поединка была решена уже во втором тайме за несколько минут до финальной сирены. Ганский легионер Гидеон Ба переправил мяч в собственные ворота после прострела с фланга. Таким образом, Гомель уступает с минимальным счетом. В воскресенье команду ожидает серьезное испытание в лице чемпиона страны Борисовского Бате. Игра пройдет на стадионе Центральный начало в 19.00. В Латвийской Риге завершился второй раунд розыгрыша континентального кубка сезона 2018-2019 в группе С, где определялся последний участник группы полуфинального раунда в группе Д. Единственная путевка досталась рижскому Курбацу, который и станет первым соперником хоккейного клуба Гомель. Также нашей команде предстоят игры с французским Леоном и казахстанским Орланом. Матчи полуфинального раунда в группе Д пройдут с 16 по 18 ноября. К слову, действующим обладателем континентального кубка является представитель Беларуси Минская юность. Гомельская энергия вновь порадовала своих болельщиков. Яркой игрой набраны очередные очки в играх чемпионата Беларуси по волейболу в дивизионе А. Подопечные Дмитрия Лихорада принимали на своей площадке команду «Западный Бук». В обоих матчах зафиксирована уверенная победа со счетом 3-0. Энергия набирает 17 очков и закрепляется на третьей строчке турнирной таблицы. По-прежнему без потерь идут строитель и шахтер, в активе которых по 24 балла. В Полоцке завершился Кубок страны по дзюдо. Спортсмены Гомельской области набрали 68 очков, что позволило команде региона занять второе место. Наивысшего результата смогла добиться Виктория Новикова, которая завоевала две золотые медали. Лучшие в своих весовых категориях также Матвей Шереметьев и Артем Радченко. А в Барановичах прошел Кубок Республики Беларусь по прыжкам на акробатической дорожке. И здесь гомельским спортсменам есть чем гордиться. Юноши завоевали в командном зачете первое место, а девушки второе. Еще три медали в личном первенстве. Золото у Дмитрия Новоселова, бронзовые награды у Тимура Юрашкевича и Елизаветы Куколевой. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.